Привет-привет! Давайте-ка немного разнообразим нашу пасху. Сегодня мы будем делать заварную пасху с шоколадом. Для этого нам понадобится темный шоколад, молочный шоколад, белый шоколад, яичные желтки, сахар, масло комнатной температуры и творог. Творог можете брать любой жирности, какой вам нравится. У меня обезжиренный. Начнем с того, что протираем творог через сито. Протерли. Добавляем сюда сахар, желтки и масло комнатной температуры. Все это взбиваем миксером. Так выглядит наша масса. Теперь мы достаем сотейник и эта пасха у нас будет заварная. Завариваем мы ее для того, чтобы она у нас не забродила. Выкладываю массу в сотейник, ставлю на газ на маленький огонь. И постоянно помешивая, буду доводить ее до кипения, но не кипятить. Вот поставила массу на огонь. Она немного согреется. Буду помешивая ее доводить до кипения. По мере того, как наша масса нагревается, она становится немного жиже. Насчет этого вы не волнуйтесь. Она потом загустеет. Наша творожная масса уже очень горячая. Она вот-вот закипит. Снимаю ее с огня. Теперь нашу теплую творожную массу я разделяю по тарелочкам. Разделяю неравномерно. У нас пасха будет в три слоя. Тогда я в один кладу меньше, в другой больше, а в третий еще больше. Я не взвешиваю ничего, просто на глаз. Разделю. Теперь в наши три массы, в самую большую, где больше всего творога, я буду добавлять темный шоколад, в среднюю молочный и в маленькую белый шоколад. Шоколад я буду растапливать в микроволновке. Погрею 30 секунд, выключаю, перемешиваю. Погрею, выключаю, перемешиваю. До тех пор, пока наш шоколад растает. Вот я погрела 15 секунд, видите, внизу уже немного растаял шоколад, помешала, обратно в микроволновку. Видите, опять выбрала, опять помешаю. Вот и наш шоколад уже почти растворился. Если у вас нет микроволновки или вы не любите в ней растворять шоколад, это можно делать на водяной бане. Наш белый шоколад уже весь растаял. Я его добавляю в массу, где у нас меньше всего творога. Это у меня будет верхний слой. Размешаю в однородную массу и оставлю остывать до комнатной температуры. Так делаю с каждым творогом и с каждым шоколадом. Видите, всё размешала до однородной массы и оставляю остывать. Растопила молочный шоколад и также добавляю его к творогу. Добавила и опять размешиваю всю в однородную массу. Масса из молочного шоколада готова. Чёрный шоколад растаял, соединяем с творогом. Абсолютно та же самая процедура. Размешиваем с творогом до однородной массы и оставляем остывать до комнатной температуры. Итак, все наши три массы готовы и остывают. Теперь мы взбиваем сливки до средних пиков. Сливки берите очень холодные, прямо из холодильника. Тогда они лучше взбиваются. Сбери сливки до средних пиков. Осторожно, не перебейте сливки в масло. Теперь добавляем в сливки наш творог. Наш творог уже остыл до комнатной температуры. И мы сюда добавляем сливки. Сливки также добавляем по-разному. В белые меньше, в молочный шоколад чуть больше и в тёмный шоколад больше всего. Теперь просто размешиваем в однородную массу. Сливки нашей пасхи передадут больше пышности и приятного вкуса. Вот так делаю со всем шоколадом. Всё размешиваю в однородную массу. Теперь начнем собирать нашу пасху. У меня пасточница такая, пластмассовая. Размеры у неё в высшину 11,5 см. Здесь внизу 11 см, наверху 5 см. Складываю. Кладу нашу пасочницу в глубокое блюдо. Застилаю сюда марлю двойным слоем. И перед тем, как её сюда застилать, я её подержала немного в кипятке. Она у меня слегка мокрая. Всё. Теперь накладываем наш творог в самый низ с белым шоколадом. Расправляю её там. Немного притрамбую. Теперь уже по желанию. Я сюда, в каждый слой шоколада, добавлю немного шоколадных капелек. Следующим слоем у нас идёт молочный шоколад. И последний, самый большой, это слой нашего тёмного шоколада. Сюда я тоже добавлю пару капель тёмного шоколада. Выкладываем тщательно по всем уголкам. Распределяем. Я выкладываю чуть-чуть горочкой на серединку, потому что всё равно наш творог немного осядет. Тщательно засправляем по всем уголкам. Теперь всё закрываем тщательно. Видите, вниз у нас уже стекает сыворотка. Выкладываю крышку, немного прижму и блюдце с водой. Ставлю на это всё груз, чтобы вся лишняя сыворотка вытекла. И вот так она у меня идёт в холодильник на 24 часа. Прошли сутки. Видите, сколько жидкости у нас вытекло. Сняла груз. Беру блюдо, на которое буду укладывать нашу пасху. Открываю нашу пасху сверху. Кладу блюдо и переворачиваю пасху на него. И так раскрываю нашу пасху. Снимаю осторожно марлечку. Видите, какая красота у нас получается. Вот, видно все три слоя шоколада. Теперь я буду украшать. Вы как хотите. Хотите украшать, хотите нет. Для украшения пасхи я использую тертый шоколад, шоколадный ганаш. Там у меня 20 мл горячих сливок и 20 г темного шоколада. Фисташки и листики мяты. Итак, украшаю нашу пасху. Сверху я украшу шоколадом. Это у меня шоколадный ганаш. Это у меня шоколадный ганаш. 20 мл сливок. Разогреваю в микроволновке. Добавляю 20 г шоколада и растворяю в шоколад в сливках. Низ я посыплю тертым шоколадом. Это у меня темный шоколад. Декорируйте по желанию, как вы хотите. Для зелени добавлю немного фисташек по кругу. Еще на Пасху я купила такие конфетки Galaxy с яичками. Вот такое яичко. Я поставлю наверх. Теперь сюда добавлю листики мяты. Одного яичка мало. Показалось. Будет у меня три. Еще фисташки для зелени. И вниз для зелени тоже добавлю листочки мяты. Вот такая получилась моя Пасха. Ее можно подавать как отдельный десерт. Спасибо, что смотрели. Пробуйте сделать сами. Подписывайтесь на канал. Приятного аппетита! Попробуйте